Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сёстры! 15 лет назад по этой прекрасной земле прокатилась акция западной демократии. Результаты её и методы мы слышим и в этом зале, и видели вчера на выставке. И отсюда, с этой прекрасной земли, эта демократия покатилась по всему миру, прокатилась через Афганистан, Ирак, Ливий, Сирий. И сегодня эта же демократия уже вторглась в братскую нам Украину. Но, подчеркну, это следствие одной и логика одной мировой войны. И сегодня мы видим, что методы и способы, которые начинали здесь в Югославии применяться, они и те же средства, они сегодня работают на Украину, на Украине. Сегодня в битву за Украину брошены тот же национал-фашизм, коллективный Геббельс, штурмовики СС и видим в лице Совета НАТО коллективного фюрера. То есть ничего не изменилось. Цель превратить Украину в фашистское государство, столкнуть с Россией, вырвать ее из славянского мира. Окормляет вот этот неофашизм, к сожалению, грека, католическая церковь, священнослужители которой в своих призывах уничтожать все русское, все православное превзошли, наверное, самого Гиммлера. И это происходит под знаменем Запада, западной демократии. Идеологическая смесь неофашизма, финансовой диктатуры, синизма и гомосексуализма – вот это то, что сегодня называется Западом. На Западе много хороших, честных людей и народов. Лучший из них сегодня присутствует в нашем зале. Но сегодня Запад считать цивилизацией было бы неправильно. Ни по научным признакам, ни по духовным, ни по культурным Запад цивилизацией не является. АПЛОДИСМЕНТЫ Ибо все самое жестокое, чудовищное, разрушительное в истории человечества приходило и приходит именно с Запада. Поэтому мы вправе объявлять вот той западной демократии сегодня войну. А честным людям Америки и Европы я бы рекомендовал начинать национально-освободительную войну, а русские и сербы вам в этом помогут. У нас опыт есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь, что касается Украины. Говорят, все это произошло от восстания народа. Народ хотел вот той революции, которая происходит. Но для специалистов, для клуба генералов и адмиралов Сербии, которые я представляю, Безусловно, мы, да, это для нас тщательно спланированная война, организованные и профинансированные геополитические операции. Вопрос отрыва Украины от России, разрушение православно-славянского единства – это давняя мечта западных и политиков, и олигархов, и можете обратить внимание. Об этом мечтал Бисмарк. План ОСТ по уничтожению не менее половины славянского населения вынашивал Гитлер, но и после Второй мировой войны мало что в этом плане изменилось. Так, в директиве Совета национальной безопасности США номер 20-1 от 18 августа 1948 года являющейся стратегическим планом по уничтожению СССР Украине отводилось особое место. Прочитывается еще один нюанс. Украину, как единое крупное государство, не желает видеть и в Евросоюзе. Она должна быть похожей на нынешнюю Югославию, раздробленную на части, враждующей между собой. Враждующей между собой. Содержание этого нового типа войны не просто декларируется бжезинскими, киссинджерами, но закрепляется в нормативных и законодательных актах США и других стран Европы. Следующий, пожалуйста. Я прошу обратить внимание. Вот в 2008 году принят, официально принят полевой устав сухопутных войск Соединенных Штатов под названием «Операции по стабилизации». В уставе формулируется понятие «хрупкое государство», институционно слабое, не способное обеспечивать безопасность и нормальную жизнедеятельность общества. Подчеркивается в уставе априори, что правительство такого государства нелегитимно и против него можно действовать, игнорируя международное право. Для успешного проведения операции по стабилизации при Пентагоне сформирован экспедиционный корпус гражданских специалистов для действий в серогражданске, цитирую, гражданской, государственной и общественной деятельности. Естественно, прежде чем приступить к операции по стабилизации, нужно создать кризисную или конфликтную ситуацию. Для этого проводятся операции по созданию управляемого хаоса и ослаблению института власти. И причем есть четкая методология, разработанная под руководством Джина Шарпа, института Эйнштейна, под названием «От диктатуры к демократии». Там четкое 198 пунктов, как начинать дестабилизацию. Что касается Украины, то цель операции очевидна. Субъект или заказчик – это политический класс и мировой финансовый олигархат. Планирующая структура или генштаб, Совет национальной безопасности США, координатор взаимодействия, Государственный департамент США, командный пункт в районе действий, посольство США в Киеве. Ну а исполнительные органы, американские страны НАТО, спецслужбы, частные военные корпорации, неправительственные организации. И отмечу, на поддержку Майдана США, только Майдана выделили, 5 миллиардов долларов. В качестве идеологической платформы избран национал-фашизм, формы практических действий, терроризм, нагнетание страха, государственный переворот. Причем, действовали довольно решительно, и причины я вижу в следующем. Пожалуйста, в следующий слайд. Вашингтон сегодня утрачивает статус гегемона на планете и предпринимает попытки ценой страдания народов и мира сохранить свои позиции. Но мы уже видим, что мир меняется, закладывается начало нового мира. Это поведение шанхайской организации, группу стран БРИКС. И стоит вопрос, кто сегодня возглавит, какая цивилизация возглавит новый мир. Россия с приходом на третий президентский срок Владимира Путина вышла из подчинения Вашингтона, остановила агрессию против Сирии, приютила Сноудена, стала наращивать свой военный потенциал, заявляет о защите национальных интересов и зачищает политическое поле от проамериканской пятой колонны внутри страны. И в ситуации с Украиной, население или народ Крыма и Севастополя, сохранивший в своей генетической памяти немецко-фашистскую оккупацию, не пожелала признать незаконную криминальную власть и тем более ее повиноваться. Объявили о референдуме, проголосовали почти единодушно и вернулись в Россию. И одновременно, я думаю, отомстили вот этим натовцам, этим фашистам за унижение сербских братьев, за Косово. Российское руководство и общественность России поддержали это намерение жителей Крыма. На всякий случай Владимир Путин провел проверку боеготовности войск и сил флота и показал Западу серьезность намерений противостоять фашизму. Я прошу понять всех нас и особенно наших западных коллег здесь. Президент России Владимир Путин и российское общество было поставлено в ситуацию сложного выбора. Не защитить попавший в беду украинский народ и население Крыма и Севастополя. Это значит сдаться, поднять белый флаг и сдаться перед НАТО фашизмом. Защитить и взять под свою опеку. Это столкнуться с мощным военным давлением, попытками угрозы, столкнуться с вот этой огромной мировой ложью средств массовой информации, политической ложью и, конечно, столкнуться с экономическими и другими санкциями. Это был трудный выбор. Но Россия выбрала именно людей, выбрала Крым и Севастополь, выбрала путь восстановления русской цивилизации, русских земель. И здесь, безусловно, трагический опыт Югославии и сербского народа был нами учтен. И мне кажется, это решение России, это решение России, поворотный момент в истории человечества. Ибо, выстояв в этой геополитической битве, Россия становится неформальным духовным лидером человечества, лидером в борьбе за справедливость. И я думаю, что мы уже в ближайшее время будем наблюдать поворот большинства народов мира, подавляющего большинства народов мира и в Латинской Америке, и на Востоке, тот же Китай, Индия, значительной части исламского мира. И, конечно, наши балканские братья развернутся. Вот будем наблюдать именно поворот в поддержку России, строительства нового мира. Потому что большинство народов мира, в том числе и народы Европы, желают вырваться от этих удушающих объятий этого неофашизма, сионизма и финансовой диктатуры. Следующий слайд, пожалуйста. И, конечно, нам нужно помнить предсмертное завещание дорогого нам Слободана Милошевича. Русские. Я сейчас обращаюсь ко всем русским. Жители Украины и Беларуси на Балканах тоже считают русским. Посмотрите на нас и запомните. С вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад – это бешеная собака вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии. Не дайте поступить с вами так же. И, дорогие братья и сестры, Россия возвратила Крым и Севастополь. Ваша задача – возвратить Косово и Метухи. Да здравствует наша славянская победа! Спасибо.